Новогоднее настроение не может быть без наших прекрасных мультфильмов, на которых мы выросли. Очень много красивых мультфильмов было снято и много написано музыки очень красивой. Евгений Краватов, композитор, написал прекрасную колыбельную медведицу, которую она пела своему умке. Вот мы сейчас хотим для вас ее исполнить. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Однажды он помог семье бедного старика, который никак не мог выдать замуж трех своих дочерей. Ведь по традициям того времени за девушку, выходящую замуж, отец должен был дать приданное. А у старика ничего не было. Ну, совсем ничего. Узнав об этом, темной рождественской ночью Николас отправился к дому старика и подбросил ему. Несколько золотых монет. Монеты упали прямо в чулок, который сушился у камина. А утром весть об этом чудесном событии разнеслась по всему городу. Старик выдал своих дочерей замуж, а в народе с тех самых пор появился чудесный обычай. В ночь перед Рождеством тайно дарить друг другу копарки. Истории добрых дел Николаса очень скоро распространились по всей Европе и постепенно превращались в легенды, обрастая множеством интерпретаций. А к его имени люди стали добавлять слово «святой». В честь святого Николая стали открываться храмы. Вот и у нас в России он стал одним из самых любимых святых. На Руси его издавна называют «Николай угодник» или «Николай чудотворец». А в Европе и Америке святого Николаса зовут «Санта Клаус», что так и переводится «Святой Николай». Да-да, тот самый «Санта Клаус», который с детства известен нам как Дед Мороз. Вот ведь как бывает, всю свою жизнь святой Николай раздавал людям подарки. А вот теперь весь мир дарит подарки от его имени. И все мы, от Мамы до Велика, в эти праздничные дни ждем чудо, ждем сказки. И, конечно же, подарок от Деда Мороза от Санта Клауса, от святого Николая. И сейчас мы хотим для вас исполнить произведение, которое известно на весь мир и звучит в эти удивительные, волшебные, чудесные рождественские праздники. Это знаменитая украинская калятка «Щедрик». Между прочим, пока ребята готовятся, я добавлю, что эта музыка, на самом деле, очень известна. Вы ее сейчас, конечно, узнаете из первых нот. И она звучит во всем мире в Рождество. И, что удивительно, американцы считают ее своей национальной мелодией. А на самом деле это не так. Ее сочинил украинский композитор Микола Леонтович. Это калятка, которую он сочинил для хора. И просто американцы взяли ее в свои фильмы, в рождественские фильмы, стали использовать. Она стала настолько популярной, что они с ней настолько сроднились, что думают, что на самом деле это где-то у них появилось. А на самом деле вовсе не у них. Поэтому сейчас ребята уже готовы. Мы сыграем для вас еще и Дрик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Боксинг Дэй 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 Спасибо. 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 Продолжение следует.